После того, как случилось, они перечислили мне 15 тысяч гривен на лечение и 5 тысяч процентов. А также, уже в день смерти, они взяли на себя расходы на трогу, на трогу, на трогу. Вот, на этом все. Ну, естественно, мне сказали, что вернут зарплату, которую он заработал, то есть, рассчитают, вот так как они его уволили в 5-й часу, то есть, еще придет мне расчет, ну, в связи со смертью. Вот, у меня придет еще расчет просто, ну, его отбедения. Ну, я хотела просто сказать, что сегодня уже 19-й день, и я до сих пор не знаю, что там случилось. Правоохранительные органы ничего не говорят, прокуратура ничего не говорит, не предоставляет никакой информации. Я хожу по этим дверям просто, меняются эти прокуроры, уходят они в отпуск. Честно, вот, у меня просто даже нет денег, чтобы обратиться к адвокату, для того, чтобы мне, ну, кто-то помог. Ну, просто, то, что Владимир Владимирович, он слышал про нашу беду, он просто отозвался, бесплатно мне помочь, это единственное, что мне сейчас, ну, реально, потому что мне реально все, более там всем все равно, что происходит. Никто ничего не хочет делать, все замалчивается, город это все замалчивается. Скажите, возможно, есть какие-то лекарства, которые мы видим, которые мы общаемся, они станут. Они ничего не видят. То есть, они все поддерживают... Никто ничего не видит. То есть, журналисты, давайте по показаниям, мы не будем пока выяснять. Мы нашли людей, которые видели, естественно, мы сейчас об этом говорить не будем пока, это уже следствие. То есть, сторона защиты и сторона потерпевшей имеет такие же права, а может, в некоторых случаях, и больше, чем прокуратура, для сбора доказательной базы и для представления. Я же говорю, единственное, что, ну, вот, к сожалению, что мы только вчера начали, все, что мы успели, там, за полтора месяца. Продолжение следует...